Всем приветики! В общем, разобрался я с этой звуковой картой полностью и вот решил записать про неё обзор. Здесь у неё сверху идут кнопочки и всякие крутилочки, а сзади у неё порты подключения. И начнём мы с кнопочек и крутилочек. Самые нижние кнопочки, чёрненькие, это звуки, которые встроены в звуковую карту и которые нельзя изменить. Такие как, например, смех, аплодисменты. Если вдруг вам какие-то из этих звуков не нравятся, то вы ничего с этим не сможете сделать, не поменять, не изменить. Вам останется только не пользоваться ими. Следующие кнопочки красные, это звуковые эффекты, которые влияют либо на микрофон, либо на все остальные звуки. К примеру, Voice Changer меняет ваш голос, MC тоже меняет ваш голос. Elimination влияет уже не на микрофон, в котором звучит ваш голос, а на звук, который поступает в звуковую карту. А вот Reverb Delay, Crack и Voice Over я так и не заметил, чтобы они что-то делали. То есть они включаются, но какого-либо эффекта вообще не слышно. Дальше идут крутилочки. Вот эти три, раз, два и три, влияют на микрофон. Первое, это, соответственно, громкость микрофона, от минимальной до максимальной. Требл и Бас, это частота верхняя и нижняя вашего голоса. Когда они находятся в максимальном положении, то есть вот здесь, это ваш голос будет звучать таким, как он есть. Если вы верхние частоты голоса убираете, то голос ваш будет звучать глуховато. А если, наоборот, убираете нижняя, то будет звучать звонко. Если убираете и верхняя, и нижняя, то как-то вообще не очень будет звучать. Ну, я ставлю на максимум всё. Можно и подрегулировать немножко, найти какой-то свой баланс. Рекорд, это влияет на выходную запись, громкость выходной записи, выходящую из звуковой карты на компьютер. Только на это влияет всё. А вот бэкинг трек и монитор, они влияют на громкость звука в наушниках, подключаемых бэкинг трек, ну да, и монитор влияет на громкость звука, играющую в наушниках, подключенных к самой звуковой карте. Хотя, как по мне, это недоработка. Монитор должен регулировать громкость микрофона. То есть, чтобы вы могли свой голос слышать и контролировать его, сделать либо громче, либо тише. Всё, ни на что он больше не должен влиять, монитор. Но он здесь влияет вообще на все звуки. Хотя не должен, он должен влиять только на микрофон. Бэкинг трек влияет на вот этот порт. А также влияет и на другие звуки, хотя не должен. На все остальные звуки, мне кажется, должна быть отдельная крутилочка. Бэкинг трек должен влиять только вот на этот порт, бэкинг трек. Монитор только на микрофоны. А на все остальные звуки должна быть отдельная крутилочка. Её здесь нету, и, собственно, вот эти две крутилочки выполняют эту роль. И, собственно, как по мне, кажется, что это недоработка. Также здесь ещё есть кнопочка включения. Если на неё просто нажать, ничего не произойдёт. Чтобы звуковая карта включилась, нужно её нажать и удерживать. Нажимаем, удерживаем. И звуковая карта включается. Сразу играются вот лампочки. И здесь, и здесь. Кстати, в звуковой карте, как вы уже поняли, есть аккумулятор. И поэтому она может работать сама по себе. И не будучи подключены к чему бы то ни было. Что, кстати, удобно. Вы можете её использовать где-то как переносной вариант. С тем же телефоном, к примеру. Вот. И когда вы включаете её, так же и выключаете. То есть нажимаете «включить». Чтобы включить, нужно или выключить, нужно удерживать кнопку. Тогда она либо включается, или выключается. Просто нажатие ничего не даёт. Ну и вот, получается, вы включаете её. И когда она включается, загорается всё, что может загореться. Это такое идёт типа включение. После чего, когда она включилась, всё гаснет. И остаётся только мигать кнопка Power. Когда она мигает синим, она говорит о том, что включен Bluetooth. И его выключить никак нельзя. Он всегда работает. И зелёная лампочка говорит о том, что звуковая карта работает. Ну а дальше, если отключить сюда провод зарядки, то, соответственно, цвет изменится с зелёного на красный. Вот он, провод зарядки. Вы его подключаете. И, собственно, когда начинает идти зарядка, цвет становится красным. Когда зарядится, оно горит только зелёным. И заряжать вы можете как от повербанка, так просто от зарядки телефонной, так и от компьютера. Собственно, через этот порт вы эту звуковую карту подключаете к компьютеру тоже. Также есть ещё остальные порты для 1.2, 1.1 и 2.2 для подключения к телефону. Когда вы подключаете к телефону, то тогда звук с телефона, который вы там включаете. Кабель, кстати, вот такой вот для телефона. С одной стороны microUSB, который вставляется вот сюда. А с другой стороны просто как для гарнитуры, такой тройной штекер. Вы его вставляете в телефон, на телефоне включаете какую-то музыку, и она слышна в самой звуковой карте. Всё, больше нигде не слышно. Вы можете подключить сюда или сюда, или сразу туда и туда. И она будет слышна только в самой звуковой карте через наушники, которые подключаются сюда. Собственно, всё, что... Все звуки со звуковой карты вы можете прослушать, подключив вот сюда наушники. И так как эта звуковая карта более считается как для караоке, то она, собственно, и предназначена для караоке. Вы подключаете сюда разные всякие звуковые устройства. Там, может быть, где-то играет музыка, и вы под неё типа поёте. И вот эти вот два порта слышит только звуковая карта, и всё, больше никто. Бэкинг-трек сможет услышать ещё и компьютер через вот этот вот порт. Ну, когда этим портом карта подключена к компьютеру, она сможет услышать звук отсюда. То есть, то, что играет на телефоне... Ну, естественно, вы что-то включаете на телефоне, начинает играть звук, но, естественно, на телефоне он не играет, он передаётся в звуковую карту и играет в ней. И компьютер сможет это услышать. И, собственно, вот эта вот крутилочка сможет сделать звук на этом порте либо тише, либо громче. Вот. А это сделает именно в наушниках. Звук тише или громче. Монитор. Хотя оно должно делать именно микрофона звук тише или громче. А на все остальные звуки должна быть отдельная крутилка. Сюда подключаются, собственно, сами наушники. Сюда подключаются наушники с микрофоном. И когда вы подключите вот сюда наушники с микрофоном, вы, в общем-то, сразу сможете услышать себя, говоря в микрофон и тут же в наушниках это слыша. Я сейчас имею в виду вот такие вот наушники. Наушники с микрофоном, гарнитура. Вот этот вот порт, хэдпоны, предназначен для гарнитуры. И для такого вот разъема вы туда подключаете его. Включаете звуковую карту. И, собственно, сразу уже сможете услышать что-то в наушниках. К примеру, вот делаем микрофон максимум. Монитор максимум. И вот, например, нажимаем смех. Ну, я думаю, вы слышите. Я могу даже поближе к микрофону поднести. Ну, я думаю, слышно, что там смех. То есть вы тут же сможете послушать звуки звуковой карты. И даже если начнете что-то говорить в микрофон, тоже сразу тут же услышите в наушниках. Таким образом можно ее проверить. Также, говоря в этот микрофон что-то, это будет слышно и к компьютеру через USB-порт, подключенный к компьютеру. Вот. И, конечно же, микрофоны. Сюда вы можете подключить обычный микрофон. Ну, либо обычный, либо конденсаторный. С порту с обычным джеком 3.5. С вот таким вот джеком можете подключаться сюда. Либо динамический микрофон. С вот таким вот джеком сможете подключаться. Я, кстати, не знал, что туда нужен такой джек, потому что у меня нет динамического микрофона. Я хотел через переходник вот такой вот подключиться туда микрофоном, но оно не заработало. Получается, я вот так вот подключал свой микрофон, оно не заработало. Оказывается, что нужен специальный джек. У всех динамических микрофонов вот такой вот джек. И, собственно, таким вот образом работает. Я хотел подключиться сюда, чтобы проверить, есть ли разница подключать микрофон сюда или сюда. Может быть, на каком-то из портов лучше звучать будет, но разницы нету. Звучит одинаково. Что тут, что тут. Поэтому, собственно, разницы никакой нету. И, кстати, повезло, что у меня нашелся такой штекер. Такой у меня шел с наушниками как бы штекер, но он не подходит. А такой штекер у меня оказался единственным экземпляром для наушников не в единственном, а это единственным. И шел он в комплекте с Боя. Так что спасибо Боя, что позаботились. Можно даже к этому штекеру подключать, к этому переходнику подключать вот такой вот штекер. У меня как раз такой вот на этой петличке. И вот в комплекте оказался такой вот переходничок. Благодаря им я смог попробовать, протестировать. Разницы вообще никакой нету. Так или так подключать. Вот. Ну, а остальное, все как это звучит, это уже нужно смотреть на компьютере. Поэтому перемещаемся на компьютер. Там сейчас все послушаем. Ну вот. Звуковая карта уже лежит на столе, готовится к подключению. И я, кстати, забыл сказать, что у нее нету фантомного питания для конденсаторного микрофона. То есть, я видел, там некоторые спрашивали в комментариях к этой звуковой карте на Алиэкспрессе, если там питания нету. Питание у вас уже должно быть. Сюда просто приходит микрофон, и она просто работает со звуком. Дополнительного питания она не выдает. Дополнительное питание должно быть отдельное. Вот оно у меня лежит. С него питание приходит... С него микрофон приходит в фантомное питание. А с фантомного питания идет кабель собственно в звуковую карту. То есть, фантомное питание у вас уже должно быть. Вот она звуковая карточка. И перед включением сделайте все на максимум, чтобы все крутилочки были на максимуме перед первым включением, кроме эха. Чтобы вы сразу слышали звук. Потому что, если у вас будет микрофон, например, на минимуме, или микрофон на максимуме, на, например, запись на минимуме, то тогда, соответственно, подключив к компьютеру, вы ничего не услышите. То есть, вы будете мне что-то говорить, а звука нет. И вы будете думать, а в чем дело. А вот, оказывается, запись должна быть на максимуме. Так что, все сделайте на максимуме, кроме эха. Дальше берете кабель, который идет в комплекте, вот этот. Подключаете в порт зарядки и дальше уже звуковую карточку подсоединяете к компьютеру. После чего она загорается красненьким, говоря о том, что идет зарядочка. Но она еще не включена, она просто заряжается от компьютера. А вот, чтобы именно ее, чтобы она уже включилась и сначала работать, нужно нажать и удерживать клавишу. Ну, в общем, вот так вот выглядит мое сейчас рабочее место. В данный момент я буду сидеть и говорить в микрофон. Микрофон, он подключен к фантомному питанию. С фантомного питания звук будет приходить либо в звуковую карту, либо в компьютер. и все на экране будет видно. А также будет вот здесь вот на штативе камера стоять и снимать звуковую карту, чтобы видно было, что с ней происходит в момент, когда я что-то делаю. Ну, и заодно на экране будет видно. То есть, и с камеры будет видно, и с экрана. Она уже, кстати, зарядилась, вот позеленела, видно. Не знаю, там видно, не видно. вот. И вот, кстати, обратите внимание, что уже горит зеленым. То есть, она еще не включена, но стоит на зарядке через компьютер. Вот она подключена, но еще не включена. И уже горит зеленым, просто зеленым, говоря о том, что заряжена. А когда только подключаешь, когда только подключаешь, она горит красным. Вот она сразу горит красным, когда только подключаешь. А потом, всегда причем, каждый раз, когда подключаешь, она всегда горит красным Потом немножко погорит и становится зеленым, говоря о том, что заряжено Ну и вот, в общем, когда вы первый раз подключаете звуковую карту к компьютеру Я это, естественно, уже не первый раз подключаю У вас появится такое вот окошко, установка драйверов В котором будет написано, что установили наш пять драйверов Состановное USB-устройство, запоминающее устройство, устройство USB-ввода и аудио девайс Вот Ну, она еще пока что не включена, включаем ее Это я просто показывал, что... И она у меня уже ее знает Это V8 просто у меня подписана Она как V8 Как V8 И она вот сейчас включена в данный момент Замигал Bluetooth И вот И в данный момент она подключена Но вот сейчас вы слышите меня через звуковую карту компьютера К примеру, вот даже можно прослушать Это сейчас идет... Вы слышите меня через звуковую карту компьютера с обработкой программы АБС К примеру, вот для сравнения Открываем записывающее устройство Собственно, когда вы подключите первый раз звуковую карту к компьютеру Она определится, все установится, у вас появятся два устройства Первое устройство — это динамики Которое, если вы выберете устройство по умолчанию Звуки все будут выводиться из системы на звуковую карту И вы сможете их услышать Подключив к этой звуковой карте наушники И тогда вы услышите в наушниках Все то, что происходит у вас в системе А также и то, что на микрофоне Придется микрофон, ну как бы, крутилку микрофона убирать на минимум Чтобы не слышать Потому что если вы будете крутить монитор или бэкинг-трек То есть звуки системы тоже начнут тише делаться А это, кстати, неправильно Монитор должен убирать только микрофон А звуки там, остальные, должна быть крутилка Ну, как я уже говорил, но, собственно, здесь это нереализовано И в записи появится у вас новое устройство Называется оно... Сейчас я скажу, как оно... Вот тоже V8, микрофон V8 Но сейчас работает через Realtek И, собственно, можно послушать, как оно звучит в Realtek Просто вот звук с Realtek К примеру, вот сейчас Сделать свойства динамики Realtek Чтобы выводилось, чтобы вы слышали Убрать все лишнее Все, что у меня здесь настроено И, собственно, вот Вы можете сейчас услышать, как звучит микрофон Вот таким вот образом слышен звук с микрофоном То есть я сейчас говорю в микрофон, который стоит у меня на столе Который я вам показывал И он сейчас подключен в звуковую карту Встроенную в материнскую палату компьютера И называется она Realtek И, собственно, вот получается, что Здесь Сейчас у меня уровень максимальный И усиление плюс 10 И вы слышите шум, когда я ничего не говорю Вот оно, фоновое шипение Это я вам показываю, чтобы вы услышали именно это шипение А теперь Теперь перейдем на звуковую Микрофон подключим к новой звуковой карте Чтобы вы послушали, что делается там Без усиления, кстати, вот так звучит Вот так я звучу без усиления Таким вот образом слышно Меня с микрофоном Ну, довольно-таки тихо, мне кажется Я всегда делаю усиление Так как-то получше слышно А шумы я обычно убираю какими-то программами То есть вот этот шум фоновый Я убираю программой обычно Вот, через программу OBS Сейчас уже вы слышите меня через OBS Здесь я шум убираю А теперь мы подключим микрофон К звуковой карте Вы послушайте, как там он звучит Ну и, собственно, вот Подключаем микрофон сюда В конденсаторный слот После чего Вот он микрофон И Подключен к звуковой карте Ну вот, собственно Теперь микрофон работает Через Звуковую карту Через звуковую карту Вы меня сейчас слышите Которая подключена Ну, в общем, вы сейчас меня слышите Через Звуковую карту Вот эту V8 И вот можете сравнить Как она звучала до этого В OBS Через стандартную звуковую карту И как она звучит здесь Через звуковую карту Вот эту Сейчас мы к ней подключены Так, через OBS Слышно Ну, а можно Теперь послушать Как слышно это Через записывающее устройство Тоже Без обработки Без ничего Потому что OBS Обработку имеет А мы Послушаем без обработки Вот открываем И Сейчас все послушаем Прослушать Тем более Можно заметить Что здесь нету Усиления Здесь только уровень Уровень тоже максимальный Два канала 16 бит 48 герц И нельзя изменить Улучшений никаких нету И только Уровень Усиления нету И вот Послушать можно Раз Раз, два, три То есть Вот так у меня Слышно Стандартно Без обработки Вот теперь Вы меня слышите На самом деле Через этот микрофон Без обработки То есть Когда я ничего не говорю Резко наступает Тишина Потому что В этой Звуковой карте Есть шумоподавление По умолчанию И когда я говорю Оно Меня слышит И соответственно Когда я говорю И шум Немножко слышно Но когда я Ничего не говорю То шум Резко Отсекается Потому что В ней уже Встроено Шумоподавление Если Через стандартную Звуковую карту Вам нужно Использовать Какие-то программы Вот типа Какая-то АБС Чтобы Подавлять шум То здесь Не надо В этой Звуковой карте Шумоподавление Уже есть Когда я говорю Слышно Слышно Такое шипение Вместе с разговором Это и есть Фоновый шум А Когда я Ничего не говорю То собственно Собственно Шум сразу Звуковой картой Резко Отсекается Вот Как сейчас Ну и собственно Нам Если использовать Обработку То тогда Сейчас Вы И Когда я говорю Тоже шума меньше Будете слушать Вот В данный момент Я Говорю И уже Вы В разговоре Не слышите Шумов Так-то собственно Потому что АБС Их Глушит Остается только Голосы Это довольно-таки Круто Ну а дальше Получается Можно использовать Крутелочки Получается Сейчас Мы Используем Эхо Я вот Начинаю Крутить Эхо Раз Раз Два Три Четыре Пять Вышел Зайчик Погулять И Вот Он Пошел Куда-то И В итоге Вот Он Пришел Снова К Ну да Вот Короче Такая вот Штука Получается Чем больше Вы Крутите Крутелочку Эхо Тем Соответственно Больше Эхо И Ну прикольно В какой-то момент Можно резко Зайти Особенно Если Ты Стример Играешь Такой Играешь Играешь Через Эту Звуковую Карту Потом Заходишь В игре В какую-нибудь Пещеру И такой Говоришь Резко Крутишь Крутишь Ну Заходишь В пещеру Замолкаешь Резко Делаешь Кручелочку На максимум И говоришь Эхо 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 В пещере Живет Ахо И будет Реально Похожа На звук Как будто Ты в пещере Эхо Такое Ну Реально Прикольно Как бы Как бы Это Крутелка Сам микрофон Позволяет Делать Тише Тише Или Громче Вот Добавляю Начинает Слышно Быть Лучше И вот Максимум Собственно Нет смысла Ее делать Тише Пускай Будет Максимум Ну И собственно Две Крутелки Требл И бас Верхние Частоты Голоса Требл И бас Низкие Частоты Собственно Убираем Верхние Частоты Потихоньку И вот Получается Как мой Голос Звучит Довольно Таки Глухо Добавляем И он Снова Обретает Сочность Убавляем Низкие Частоты И собственно Он остается Таким Вот Звенящим И как бы Тоже Чего-то Не хватает Убираем И верхние Частоты И тогда Вообще Нет ничего В нашем Голосе Особенного Он как будто Бы из Подвала Добавляем Обратно И вот Уже Он звучит Так Как надо Но если Немножко Там Покрутить Что-то То В принципе Вот К примеру Вот я Чуть-чуть Уберу Верхние Частоты И уже Как-то Ну Более-менее Мой Голос Звучит Более-менее Нормально Но Не так Не так Звонко В каких-то Моментах Это Может Даже Пригодиться Вот Ну а Вообще Вот так Рекорд Это То О чем Я говорил Выходящая Запись На Микрофон Если Крутелка Микрофон Делает Тише Микрофон То Рекорд Делает Вообще Тише Все То есть Например Если Сделать Микрофон На Ноль То Звуки Будут Будут Работать Но Если Сделать Крутелку Рекорд На Ноль То Звуки Уже Не Будут Работать К примеру Вот Крутим На Ноль Рекорд И Ха-ха-ха Вы Уже Не Слышите То есть Рекорд Вообще Все На Ноль Убирает То есть Если Рекорд Ноль На Микрофон С которого Вы Меня Сейчас Слышите А Получается Все Звуки Микрофон Звуки Эффекты Это Все Приходит В Микрофон Все Будет На Нуле Поэтому Рекорд Всегда Должен Стоять Ну На Максимуме Единственное Если Вы Хотите Резко Замутить Микрофон На Стриме Например Резко Его На Ноль И Тогда На Стриме Вас Никто Не Услышит Вот А Микромонитор Это То Что Не Влияет На Микрофон А Влияет Именно На На Наушники Если Вы Вдруг Себя Прослушиваете Через Наушники Вот В то Время Когда Бэкинг Трек Влияет На Вот Этот Порт Если Вы Подключите Сюда Телефон С Музыкой Но Собственно Музыка Музыку Вы Сможете Сделать Тише Или Громче Вот Этой Вот Крутелкой В принципе Можно Сейчас Это Сделать Подключить Телефон Ну И Вот Собственно Подключаем Телефончик Берем К Бэкинг Треку Его Подключаем Вот Бэкинг Трек Подключен Далее Включаем На Телефоне Включаем Включаем На Телефоне Музычку Собственно Собственно Эта музыка Играет Уже Телефона И Телефон Подключен К Порту Бэкинг Трек И Регулятором Бэкинг Трек Вы можете Либо Делать Громче Музыку Телефона Либо Тише Вот Я Добавляю И Слышно Музыка На Фоне Ну И Собственно Бэкинг Трек Так И Переводится Как Минус Музыкальный Минус Который Играет На Фоне Вот Он И Снова Я Здесь Поем Под Музычку Ты Тоже Слушаешь Это Вот Как-то Так Работает Караоке Когда Играет Музыка И Поешь Вот Вот Так Вот Можно Реально Петь Под Эту Благодаря Этой Звуковой Карте Регулируя Громкость Музыкального Фона Либо Микрофона Что Довольно Таки Прикольно Вот Так Вот Работает Бэйкинг Трек Собственно Да Что Довольно Таки Круто И Удобно На самом Деле Ну А дальше Звуки К примеру Вот Чэр Дин Гуншат Аплодисменты Динь 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 Джигл Кстати Нажимая на кнопку Вы Включаете Звук Чтобы Его Выключить Вам Нужно Еще Раз Нажать На Кнопку Вот Например Ну то есть Еще раз На эту же Кнопку Отменит Включенный Звук Слэш Это Типа Удар И ПАБГ Ну и Собственно Еще раз Покажу Отмену То есть Нажимая Вы Включаете И Выключаете Ну а дальше Звуковые Эффекты То есть Voice Ченджер Нажимаем И он Включается А чтобы Отключить Нужно Нажать И удерживать Нажимаем Привет Мой Друг Ну что Как дела Как Как ты там Поживаешь Друг Как делишки Привет Привет Мой Хороший Здравствуй Ну вот Как-то Так Собственно Благодаря Наушникам Подключенным К звуковой Карте Вы сможете Понять Какие Звуки В ней Сейчас Творятся Без Без Этого Вы Например Если Измените Голос Вы Можете В какой-то Момент Потерять Ну То есть Первое Включение Это Голос Демона Но Если Вы Много Раз Нажали И Вы Не Прослушиваете Себя То Вы Не Поймете Какой У Вас Там Голос Потому Что Вы Уже Ну Совершив Много Нажатий Запутаетесь Вот Дальше MC Раз Раз Два Три Раз Раз Два Три Вот Ну Как-то Он Так Немножко Поглуше Становится Elimination Работает На Звук Который Играет То есть Если Бо Сейчас Играл Бэкинг Трек И Я Нажал Элиминашн Он Стал Глуше Немножко То же Самое Как Сейчас Стало Глуше Когда Я Нажал MC А Вот Reverb Дилей Крек И Voice Over Не Дают Никакого Эффекта Я Может быть Вы Заметите А может Я Просто Не Разобрался На самом Деле Может Они Не На Микрофон И Не Не На Бэкинг Трек Влияют А так На Что-то Нужно Просто Разобраться Например Вот Я Сейчас Включил Reverb Дилей И Особо Ничего По-моему Не Изменилось Возможно Хотя Может Быть Чуть Поглуше Стало Но Такое Ощущение Что Не Особо Хотя Да Да Вот Сейчас Позвончиво Играет А С Включением С Включением Как-то Немножко Может Да Поглушила Стало И Собственно В чем Прикол Делать Голос Просто Поглушила В чем Как бы Дилей Это Как бы Задержка Ну Типа Переводится Ревер Ревербрация То есть Задержка Ревербрации А нажимаешь Просто Тише Становится В чем Прикол Раз 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 Два Три Раз 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 Два Три Раз 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 Нет По-моему Ничего Не дает Иллюминашн Тоже Ничего Не дает Это Влияет На В основном На Звуки Типа Бэкинг Трека Вот И Voice Овер Тоже По-моему Вообще Ничего Не дает Я сейчас Нажал Он Включился Но Звук Вообще Вот Я сейчас Переключаю Звука Вообще Никакого Нет Не меняется К сожалению Крайк Тоже Я вот Нажимаю Вот Крайк Включил Что Изменилось По-моему Вообще Ничего Выключаем Ничего Не меняется Да Ничего Особо Не меняется Ну И Собственно Все Это Все Звуки Все Эффекты Все Настройки Вот Live 1 И Live 2 Это То же Самое Что Бэк Трек Только Оно Играет Ну Исключительно Для Звуковой Карты Никуда Это Типа Как На Компьютер Не Выводится Ну А микрофон Могу Вот Подключить В качестве Еще Динамического И Вы Послушайте Разницы Никакой Нет Звуковой Я Подключился Через Динамический По-моему Разницы Вообще Никакой Нет Кстати Здесь Есть Еще Такая Штука Когда Вы Дергиваешь Микрофон Из Конденсаторного Слота И Снова Туда Вставляешь То Бывает Он Уже Не Хочет Работать Приходится Выключать Звуковую А так Не Работает Вот И Собственно Что Все Все Остальное Я Вам Показал Еще Бывает Такой Момент Что Звуковая Карта Просто Отключается Просто Пишет Устройство Было Отсоединено А потом Само Обратно Отсоединяется Хотя Зачем Оно Это Делает Отключается И Снова Подключается Непонятно Это Странно Как-то Реально Вот Ну И Все Так Собственно Больше Ничего Здесь Особо Такого А Еще Можно Показать Как Она Работает В качестве Устройства Воспроизведения Когда Через Нее Звуки Идут Вы Послушаете Да Можно Это Еще Сделать Показать Как Она Может Быть В качестве Динамиков Сейчас Сейчас Я Это Все Продемонстрирую Ну В общем Вот Вернулись Мы Микрофоном На Основную Звуковую Карту Компьютера А Эту Звуковую Карту Сейчас Будем Использовать В качестве Устройства Воспроизведения Вы Сейчас Послушаете Что Будет Если Она Будет Использоваться В качестве Динамиков Для Этого Наушники Просто Подключим К ней Вот В итоге Я выдернул Наушник Из Звуковой Карты Системной И Вставляю Сюда В Air Вход Вставляем После Чего Выбираем Ее В качестве Источника Звука Так Вот В общем Вот так вот Звучит Звуковая Карта И Я Не знаю Вы Можете Сейчас Оценить Как Звучит Эта Звуковая Карта К примеру Я сейчас К примеру Я вот Сейчас Кручу Монитор И Я Себя В наушниках Начинаю Тише Слышать При этом Вы Меня Слышите Так же Как и Слышали Потому что Устройство Воспроизведения Получается В системе Не меняется Оно Как Ну то есть Звук в системе Не меняется Он меняется Именно на наушниках Монитор Его регулируют Именно на наушниках Вот А в системе Оно остается Такой же Поэтому На записи Вы меня Слышите Себя В наушниках Я уже Не слышу Крутя Монитор Вот Хотя Если я Буду Крутить Вот Бекинг Трек У меня Тоже В наушниках Становится Тише Хотя Не должно Наверное Должно Только Монитор Делать Тише Хотя Монитор Должен Делать Тише Только Микрофон А у меня Получается Монитор И монитор Регулирует Сейчас Мой же Голос Наушниках И бекинг Трек Регулирует Мой голос Наушниках Вот Собственно Так Это Работает Получается Когда Звуковая Карта Выбрана В качестве Динамика То В наушниках Продолжают Работать Все функции Звуковой Карты Такие Как Монитор Делают Тише Громкость На наушниках Все Звуки Клавишами Работают А в систему Они Не передаются Они По идее Передаются Ну То есть Получается Динамики И микрофон Все Эти Клавиши Звуки Эффекты Эхо Микрофон Все передается Вот сюда На микрофон А На воспроизведение Это все Никак не влияет Вот На динамики В динамиках Вы слышите Только Получается Системные Звуки И туда Ничего не приходит А в наушниках Я сейчас Все это слышу Я нажимаю кнопки И в наушниках Слышу звуки Все Все вот это Вот слышу То есть Если вы хотите Допустим Это делается Для того Чтобы Если вы Пользуясь Пользуясь Этой Звуковой Картой Хотите Слышать Не то Ну Получается Если вы Подключили К этой Звуковой Карте Микрофон И Надели Наушники Чтобы Слышать Себя С этого Микрофона Но Но Также Хотите Слышать И то Что в системе Происходит Не надевайте Вам Вторые Наушники Получается Оно Выводится Через Звуковую Карту В эти Наушники Вот Но тоже Неудобно Что Две Крутелки Все Сразу Регулирует Это Как-то Не очень И Бэкинг Трек Вот сейчас Тише В наушниках Делает Громче И Монитор Тоже Делает Тише И громче Хотя Не должно Потому что Я сейчас Монитор Должен Делать Тише Микрофон А микрофон Сейчас Сюда Не подключен Соответственно Монитор Сейчас Не должен Работать Крутелка Она работает Так что Ну Немножко Не доработано Конечно Вот Ну так В целом Вот К примеру Если запустить Звук Сейчас Вот этот Например А И кстати Регулировка Громкости Не работает То есть Вот сейчас Выбраны Динамики В микшере Динамики В8 Начинаешь Делать Здесь Тише Вот Я сейчас Поставил 0 А у вас Все равно Вот Ну Ничего Не изменилось Оно Не реагирует На все Эти изменения На самом деле И это Ну тоже Как-то Недоработка Получается Вот Так что Сейчас Звук Включу Возможно Будет Громко Поэтому Я сейчас Делаю Потише Нет Не громко Не громко То есть Вот Вы сейчас Слышите То есть Вы сейчас Слышите Звук Который играет В системе Через эту Звуковую карту Потому что Потому что Выбрана Звуковая карта Вот Это То есть Для удобства Чтобы Вы все Могли Слышать Вот Собственно Да Ну Ну а Ну а Собственно На самой Звуковой Карте Опять Таки Я сейчас Кручу Монитор И у меня Тише Становится Звук И Бэкинг Трек Кручу Тоже Становится Либо Громче Либо Тише Вот Таким Вот Образом Работает Звуковая Карта Собственно Все ее Функции Да Еще Забыл вам Кое-что Показать Получается Когда Открываешь Компьютер У вас Появляется Съемный Диск Когда Вы Подключаете Эту Звуковую Карту Зачем Появляется Съемный Диск А зачем Непонятно И В итоге Вы Не можете Открыть И Отформатировать Тоже Не можете Потому что Не Ну Система Непонятная Но Было бы Круто Чтобы Все Так Этот Жесткий Диск Открывался Который Не Жесткий А съемный Диск Открывался Который Подключается А на нем Например Были Звуки Которые На клавишах Звуковой Карты Было Прикольно Там Раз У меня Тоже Были Подписаны Вот здесь Написано Например Чер Там Например Или Дин И Там Они Так Назывались Чер Дин И Ты Например Раз Переименовал Например Звук Дин И У тебя Ну Короче Заменил Звук Дин Который Там На свой С таким Названием Раз Там Звук Поменялся Было бы Реально Прикольно Может Так Можно Просто Здесь Какая-то Система Непонятная Может Какую Ну Типа Может Какая-то Специальная Программа Нужна Чтобы Открыть Там Звуки Ну Я Не знаю У меня Ничем Не Получается Открыть Вот И еще Еще Я забыл Это Показать Вам Гарнитуру У меня Живут Гарнитуру Получается Вот Если Ее Подсоединить Вот Сейчас Сюда В Звуковую Карту Получается В Хэрт Пханы Подсоединяем Вот Сейчас Я надену Гарнитуру На Голову Ну На Себя На Голову Да И Поговорю И Вы Послушайте Как Слышно Гарнитуры Так Вот Так Получается Меня Слышно С Гарнитуры Я Сейчас Вот Говорю И Получается Вот Так Ну Видно Что Гарнитура Работает Получается Сейчас Я вот Надел И Собственно Ну Все То же Самое Только Я Говорю Гарнитуру Я Сейчас В Гарнитуре Себя Прямо Слышу И Также Видно Что И Вы Тоже Слышите Вот По По Замку Снизу Ну И Звуки Все Работают Например Смех Причем Смех Даже Громче Чем Я Получается Ну Здесь Вот Микрофон Регулирует Звук Микрофона С Гарнитурой И Собственно Можно И погромче Говорить На самом Деле Тогда Мне Нужно Микрофон Прям В рот Словать На самом Деле Он У меня Реально Возле Рта Вот Довольно Так Тихо Работает Гарнитура Но Работает В целом Это Говорит О том Что Вот Даже Через Гарнитуру Можно Пользоваться Просто Гарнитура У меня Здесь Не очень На самом Деле Вот И Таким Вот Образом Она Работает Ну Собственно Вы Даже Гарнитуру Послушали Таким Вот Образом Получается Теперь Полный Обзор Видно Что И Гарнитура Я Вам Все Порты Уже Показал Гарнитуру Показал Вот Ну А Насчет Того Чем Можно Открыть Этот Семный Диск Может Это Просто Он Появляется Может Его Ничем Не Открыть Но Действительно Было Круто Чтобы Он Открывался И Там Все Эти Звуки Можно Было Заменять Ну В общем Послушав Звук С этой Карты Я думаю Вы Уже Поняли Что Он Ничем Не Отличается От Встроенной Звуковой Карты Главное Отличие Звуковой Карты В том Что У вас Сразу Под Рукой Находятся Все Элементы Управления И куча Эффектов Которых Нету У Встроенной Например Эхо Чистота Голоса Voice Changer Ну И Всякие Эффекты Плюс В ней Есть Встроенное Шумоподавление И Именно Как бы Если вам Нужен Супер Крутый Звук Здесь Ну Как вы уже Поняли Он Не станет Круче Он Будет Таким Же Как У вас И Был Только У вас Появится Возможность Добавлять Какие-то Эффекты И Быстро Управлять Этим Всем Поэтому Скорее Всего Эта Звуковая Карточка Подойдет Как Такой Недорогой Вариант Для Стримов Для Того Чтобы Проведить Стримы Или Делать Какие-то Записи В принципе Вполне Эта Звуковая Карточка Очень Даже Подойдет Больше Мне кажется Для Стримов Как раз На Аплодисменты Или Какую-нибудь Музычку Включить Или Резко Микрофон Замутить Или Эхо В какой-то Комнате Добавить Для Стримов Мне кажется Самая Неплохой Вариант Из Дешевых Звуковых Карточек Есть Конечно И покруче Но Там Уже И цена Покруче Поэтому Как по мне Довольно-таки Неплохой Вариант Особенно То Что Здесь Есть Шумоподавление Вот И еще Кстати Чуть не забыл Показать вам Кое-что Оказывается Что Когда у меня Телефон Был подключен К этой Звуковой Карте Таким Вот Образом Он был Подключен У меня По-моему В Live 2 Или В Live 1 Это Я думаю Не важно Вот Он был Подключен Так Телефон У меня Был Подключен Я Просто Проверял Как Играет Музыка Таким То Образом У меня Был Подключен Телефон Я Просто Включил Музыку Положил Его И Сидел Настраивал Ну Пробовал Крутить Всякие Крутилки Слушать Как Это Звучит Там Бэкинг Трек Крутил Монитор По-моему Что-то Такое Крутил И В этот момент У меня Еще Был Подключен Микрофон Сюда Или Или В динамический Или В конденсаторный Был Подключен У меня Микрофон И Телефон Лежал Ну Я Пробовал Говорить И Слушать Как Музыка Через Life 1 Влияет И Какие Крутилки Ее Регулируют Кстати По-моему Когда Она Подключена В Life 1 Или В Life 2 То Ее Уже Особо Ничего Не регулирует Так Только По-моему Монитор Наверное А Или Нет Или Даже По-моему Не Бэкинг Трек И Монитор Не Работает Только На самом Телефоне Надо Тише Делать По-моему Так Вот И Тут Раз Мне Звонок Звонок На Телефон И Сразу Музыка Прекращается Я Уже В наушниках Слышу Звонок С Телефона Я Так Опа Получается Сейчас же Что к ней Подключены Наушники Подключены Наушники С микрофоном И Она Соответственно Передает Звук Звуковую Карту И Получается Звук Микрофона Берет С Звуковой Карты Я Думаю Опа А Если Я отвечу Нажимаю На Телефоне Отвечить Там Начинают Телефон Говорить И Я Слышу В наушниках То есть Получается Вот так Телефон Подключен Я Слышу В наушниках Кто Там Что На Телефоне Говорит Я Начинаю Говорить Микрофон И Меня Тоже Слышат Я Так Опа Начинаю Включать Эффекты И Там Это Все Было Слышно То есть Даже Через Эту Звуковую Карту Можно Телефон Разговаривать То есть Вы Подключаете Ее Вот В чем Хороша Ее Автономность Вы Можете Взять Включить К ней Подключить Телефон Микрофон И Просто Разговаривать С кем То Через Телефон Через Эту Звуковую Карту И Все Эффекты Которые Вы Будете Здесь Делать Эхо Будет Слышно Voice Changer Будет Слышно Звуки Все Это Будет Слышно И Вот Это Тоже Прикольно Круто У 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 Записывать Просто Телефон Разговор Чтобы Я Что-то Забуду Мог Послушать И Вот Сохранила Запись Где Этот Телефон Разговор Был Сейчас Я Включу Ну Просто Знаешь Что Там У меня Один Хотел Заварник Забрать Так Он Ко Мне Подойдет Просто Я же Не Написала Он Будет Звонить Или Что Когда Он Придет Боже Мой Кто Придет Кто За Заварником Ну Все Смешно А что Такое А что Слышно Голос Меняется Конечно Видишь Как Ну В общем Такая Вот Звуковая Карточка Со Своими Плюсами Со Своими Минусами Как Такая Самая Первая Начальная Звуковая Карта Пойдет Я Я брал Именно Для Микрофона Потому Что Я Искал На Алиэкспрессе Звуковые Карточки Именно Для Микрофона И Ничего Такого Особо Не Нашел Все С Какими Дополнительными Штучками К Примеру Я Искал Карточку Без Звуков Без Эффектов Просто Чтобы Можно Было Микрофон Регулировать Эхо Добавлять Частоты Регулировать Здесь Кстати Верхняя Именно Все Для Микрофона Было И Такой Не Нашел Чтобы Только Для Микрофона Здесь Еще Есть Всякие Звуки Бекинг Трек Это Все Для Караоке А Именно Для Микрофона Не Нашел Поэтому Взял Такую В целом Тоже Пойдет Нормальная Карточка Прикольно Что В ней Шумоподавление Есть Встроенная Еще Кстати Не Сказал Про Блютуз Что К ней Можно Подключиться По Блютуз И Это Будет То Самое Что И Подключиться Через Бекинг Трек Тоже Телефон Подключается К ней Только Уже Не Проводами А Без Проводов И Тоже Управляется Вот Этим Регулятором И Работает Точно Так Же Как Через Провод Просто Что Без Проводов Ну Наверное И Звонок Наверное Будет Работать Через Блютуз Но Это Тоже Наверное Считается Как Блютуз Гарнитур Здесь же Есть Получается И Микрофон И Как Динамик Получается Ну Динамик Вот Он Ну В целом Такая Вот Карточка Со Своими Плюсами Минусами И А Что Для Вас Плюсы Что Для Вас Минусы Ну Уже Каждый Сам Для Себя Решает Посмотрев Обзор Я Думаю Достаточно Полный Вот Такая Вот Карта Ну Как По Мне Получается Это Моя Такая Можно Сказать Первая Звуковая Карта Именно С Настройками Для Микрофона И Всякими Вот Такими Вот Эффектиками Ну И Как Такая Первая Начальная В Принципе Пойдет Тем Более Что Она Не Сильно Дорогая Так Что Нормально Вот Как То Так На Этом Все Всем Покедова